Понимаете, здесь опять же есть два аспекта. Жизнь наших детей, в общем, действительно очень тяжела, невыносима. Почему? Потому что у нас фактически разрушены все общественные структуры защиты детей. Детей не защищает ни улица, ни двор, ни детский сад, ни школа. У нас идет мощное наступление на семью в виде пресловутой ювенальной юстиции, когда родители часто уже вообще жалеют, что они родили этих детей. У нас недостаточная при этом поддержка многодетных семей, у нас недостаточная вообще поддержка семьи с детьми. У нас в обществе такое очень нервное вообще отношение к детям и к тем, кто их воспитывает. Официальная риторика — все ради детей, все для детства. При этом на практике люди, которые реально воспитывают детей, вот, скажем, у нас с женой четверо детей на двоих, вот, мы постоянно с этой проблемой сталкиваемся. А другой вопрос, скажем, вопрос о том, следует ли на том основании, что у нас дети живут не очень хорошо, скажем, облегчать условия усыновления в тех же самых Соединенных Штатах. Этот законопроект мне не кажется очень разумным. Я, в общем, его критиковал, потому что, например, он ограничивает усыновление детей, которые тяжело больны, которые при нашем уровне медицины фактически невозможно оказать адекватную помощь. Спасибо. Спасибо.